И вновь в эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и готовы рассказать вам о самых интересных событиях Рязани. Смотрите в ближайшее время. На улице Пушкина прорвало водопровод. Фонтан кипятка, направленный на жилой дом, достигал высоты третьего этажа. А на улице Бирюзова вырыли котлован. Из-за дождей его края размылись, и местные жители переживают за свою безопасность. Рязанские полицейские совместно с сотрудниками регионального ФСБ в Брянской области задержали сбежавшего из-под конвоя злоумышленника. Исправим вместе, как интернет помогает рязанцам улучшить родной город и помогает ли. Коммунальщики устраняют крупную аварию, которая произошла у дома номер 38 по улице Пушкина. Там из лопнувшей трубы хлынул фонтан кипятка. Струя воды достигла уровня третьего этажа. В нескольких квартирах выбиты окна. Информация об аварии появилась в социальных сетях. Жильцы пострадавших квартир сейчас переживают по поводу ремонта, который им предстоит сделать. И строят предположения о том, за чей счет будут производиться эти работы. Напомним, в мае этого года на центральных улицах гор Роща уже был масштабный прорыв теплотрассы. Сон жильцов этой квартиры сегодня оказался по-настоящему кошмарным. Когда в три часа ночи в окна стало бить мощными ударами. Первое, что подумала Татьяна, началась война. Я встала, посмотрела. В общем, долбили, как будто кирпичи мне в окна долбили. И не было ничего видно. Окна были просто все белые, как молоком залиты. Кирпичи, которые стучали по окнам, оказались кусками асфальта, который выбрасывал фонтан кипятка, бивший из-под земли. Ночью здесь можно было бы снимать фильм ужасов. На утро все оказалось довольно просто. На этой улице прорвало трубопровод. Правда, напор оказался настолько мощным, что он выбил окна в нескольких квартирах. И долбили вот эти, ну асфальт он отрывался и бил. Вот видите, по стеклам. Стекла практически все изуродованы. До шести утра Татьяна с сыном выгребали воду. Проблема усложнялась тем, что соседей этажом выше дома не было. И они оказались под напором воды как с окон, так и с потолка. Вот, все. Здесь насквозь все пройдет. Остальные жильцы дома равнодушными к беде не оказались. Пришли на помощь и выносили мебель вместе с ними из затопленной квартиры. Здесь у нас когда начало все сыпаться, стекла уже остались. Мы ушли просто. Здесь долбил, мы начали, и потекло. Через какое-то время потекло все с потолка. В общем, мы здесь были как под дождем. У нас текло все из потолка. На полу было просто чуть ниже колен воды. Сейчас на месте аварии работают эксперты из городских служб. Подачу воды в районе на время остановили. Когда ее дадут, пока неизвестно. Причина прорыва трубы уже установлена. В ходе излива воды было повреждено несколько квартир для снижающего дома. По этим квартирам сегодня работает комиссия с экспертной организацией. Оценивают ущерб. Предприятие будет этот ущерб в досудебном порядке оплачивать. Дальше мы будем проводить работы. В течение суток эти работы будут закончены. Теплооснабжение, горячее водоснабжение восстановлено. С последующим переводом этого участка в капитальный ремонт. Момент происшествия попал на видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, что напор воды из трубы действительно очень силен. Окажись в опасной близости кто-то из горожан, трагедия было бы не избежать. У одного из домов на улице Бирюзова около месяца назад образовался котлован. Кто его вырыл, местные жители не смогли разобраться. Но яма благодаря дождям упорно продолжает расти и наполняться мусором. Горожане аккуратно препятствия обходят. Но как скоро ждать первых инцидентов? Лишь вопрос времени. Некоторые жители дома номер 19, корпус 1 на улице Бирюзова находятся в непонимании. Говорят, что ограждения вокруг ямы уже задевали автомобили. Конструкции падали на дно. Машины вовремя успевали останавливаться. Многие переживают, что недалек тот день, когда в этом провальном месте окажется человек. Поскольку освещения на данном объекте, по словам местных жителей, отсутствуют. Ни машины, ни люди порой не замечают эту яму в темное время суток. С тех пор, как эта яма появилась посреди двора, она уже начала разрушаться. В нее падает земля, куски, бордюра. Но в этом есть и плюсы. Теперь, если случайно человек провалится в нее, ему будет проще выбраться именно по этому мусору, чем по крутой стене. Других жильцов этого дома беспокоит то, что яма портит внешний антураж двора. Ведь совсем недавно пространство вокруг дома было приведено в порядок. Но жители не успевают почувствовать себя комфортно. Яма нам мешает. Потому что нам вокруг дома сделали все эти дорожки, положили асфальт, собственно, все благоустроили. И вот нам ее опять разрыли. Ну, наверное, как бы сказали, что будут менять опять в очередной раз какие-то трубы. Но они у нас уже по ходу, наверное, тут золотые, потому что сколько раз они их лепят, и насколько я вот видела, все равно кладут гнилые какие-то. То есть каждый раз нам закладывают асфальт, заделывают, все тут заравнивают, опять ее вырывают, эту яму. А яму как часто роют у вас тут? Ну, регулярно. Каждый год, наверное. В отличие от этого мнения, другие люди говорят, что подобного рода яма появилась перед домом впервые. И у ее появления есть причина. В конце июня в этом доме была отключена горячая вода. 29 июня, когда нам отключили воду, и, по-моему, на следующий день они пришли, тут начали вскрывать. Здесь вскрыли все, потом проложили новые трубы, и 13 числа они нам воду дали, как обещано было. Даже если рабочие вернули горячую воду в дом, они как будто бы забыли закопать эту яму. По словам жильцов, ни один из представителей какой-либо организации, занимающейся ремонтом труб, коммуникацией, не появляется здесь больше недели. Сами жители дома не знают, куда обратиться за решением вопроса, только передают пожелания о том, чтобы были приняты меры для ликвидации этой ямы. Рязанскими полицейскими в Брянской области задержан сбежавший из-под ареста злоумышленник, пытавшийся пересечь границу. Полицейские ОМВД России в Рязанской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ на автомобильном пункте пропуска «Красный камень» Злобинского района Брянской области задержали 26-летнего злоумышленника, который пытался незаконно пересечь границу. Задержанный полицейскими 26-летний мужчина сбежал из-под конвоя 13 июля текущего года. Арестованный находился под следствием за совершение преступления, предусмотренной частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт, перевозка наркотических средств в крупном размере». Обвиняемый доставлен в город Рязань и помещен в следственный изолятор. Напомним, 13 июля около 15.00 в Рязани около дома номер 12 на улице Дзержинского, здании бывшего ФСКН Призанской области, злоумышленник каким-то образом ухитрился совершить побег из-под конвоя и почти две недели держал в тонусе весь личный состав регионального МВД. Уроженец села Слобода-Селец Житомирской области Украины, молодой человек, 1990 года рождения, был арестован 7 февраля 2016 года. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Виновные в побеге заключенного в центре Рязани привлечены к административной ответственности. Руководитель подразделения отстранен от должности. С недавнего времени в Рязани начал свою работу портал под названием «Исправим вместе». Суть его такова, что каждый неравнодушный гражданин может скинуть туда фотографию и описание места на карте города, где необходима адресная помощь, будь то ремонт дороги или замена ламп уличного освещения. В дальнейшем эти запросы рассматриваются управлением благоустройства и буквально в режиме онлайн горожане могут проследить, исправленный ли недочет. Вот и наша съемочная группа проинспектировала эффективность работы нового портала. Тем более, что буквально на днях гороадминистрации рассказали о всех достоинствах новеллы. Интерактивная карта сейчас будет работать в тестовом режиме, поэтому мы собираем все предложения о ее совершенствовании. Тестовый режим в полном разгаре. Как выяснилось, зеленые линии на интерактивной карте сайта, которые должны обозначать отремонтированные дороги, не соответствуют реальному положению дел. По факту участок находится в убитом состоянии, но обозначен как отремонтированный. Так произошло с дорогой на проезде Речникова. В реальности здесь множество ям, машины идут по дороге подпрыгивая, но в отчетах дорога числится отремонтированной. Видимо, те люди, которые занимаются редакцией интерактивной карты дорог, рисуют зеленые линии на ней, не глядя. Примерно следующим образом. Исправим вместе. Сейчас мы наглядно продемонстрировали, как работает рязанский интернет-портал. Также легко и непринужденно рисуются в интернете зеленые линии отремонтированных дорог и на других улицах города. Например, на улице Затинный. На карте дорога рядом с домом номер 80 числится отремонтированной еще в апреле этого года. В реальности местные жители не помнят, когда на их улицах производился хоть какой-либо ремонт. Они находятся в полном непонимании от той информации, что их дорогу причислили к отремонтированным. 60 лет какого-нибудь не ремонтировали. Никогда здесь не делали дорогу. Дорога ужасная, убитая, ехать невозможно. Вот эти самые легковые машины здесь цепляют днища, бьют машины. Писали депутатам. Депутаты говорят, нет, план мы не включим. По крайней мере в этом году, в следующем может быть. Появляется вопрос, тогда каким образом на интерактивной карте города дорога на улице Затинной обозначена все-таки как отремонтированная? Наверное, нарисовать зеленую линию на интерактивной карте города намного проще, чем приехать на улицу Затинную и в реальности отремонтировать здесь дорогу. Так вот, стоит задуматься о смысловом значении интернет-портала «Исправим вместе» и о том, по каким причинам там предоставлены такие отчеты. Пусть это не центральная улица, но здесь живут люди, стоят хорошие дома, машины. Это центр города. По этой же дороге прокладывают путь туристы до речной пристани Кремля. И нарисованная зеленая линия в интернете, возможно, успокоит других граждан города. Покажет, как хорошо в Рязани проводится ремонт дорог. Но только не местных жителей, которые, ко всему прочему, долгие годы жалуются еще на одну проблему. У них нет канализации. Людям приходится пользоваться выгребными ямами. Ссылаются на то, что здесь частные дома. То есть, как бы, мы должны проводить канализацию сами. Но мы в городе все-таки живем. Мы жители города Рязани. И нам коллектор проложили, бабуши подключились, мы, как говорится, сами. Нас вспоминают, когда выборы. Вот тогда, да, приезжают, обещают. На этом все заканчивается. Вот такой забытый уголок есть у нас в центре города. Проще, конечно же, здесь решить сразу две проблемы. Вскопать всю эту разбитую дорогу, проложить канализацию и поселить сверху новый асфальт. Но, видимо, эта идея не для нашего города. Возвращаясь к теме сайта «Исправим вместе», можно обратить внимание и на другие интересные решения вопросов, обозначенных жителями города. Например, граждане просят отремонтировать или убрать сломанные детские качели. Их сносят. Так же поступают и с детскими горками. Песочницы, вместо того, чтобы наполнить песком, чересчур переполняют. Такие вот конструктивные решения обозначены на рязанском интернет-портале. Каждый может их увидеть и обратиться на сайт со своими проблемами. Но, как говорится, с миру по нитке. Так что нам, рязанцам, наверняка проще будет скинуться и перестать надеяться на помощь, которая больше похожа на подачку. Фильмы, книги, песни спустя семь десятилетий напоминают нам о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Живы еще и прямые свидетели и участники роковых событий и кровопролитных боев. Между тем, к разряду неизвестных или забытых войн относится Первая мировая. А она была не менее важной в истории государства и мира. В Никуличах уже есть мемориальный комплекс, установленный в память о героях Великой Отечественной войны. В скором времени его дополнит еще одна стела, которая посвящена неизвестным солдатам другой войны, более ранней, забытой, но оттого не менее трагической и героической. Эту войну он называет по-разному. И германской, и империалистической, и, в общем-то, и неизвестной в том числе. Но для меня это война за интересы России. Это война, в которой люди воевали и исполняли свой воинский долг. Они умирали, они были героями. И наш долг – отдать им дань уважения, тому поколению, которое защищало интересы России именно в этой войне. Да, война была, в общем-то, для России, для Российской империи, для России, в общем, распалась как государство, и потом возрождалась в таких муках, возродилась. И вот сейчас мы видим, что с нами уже сочетаются. И мне бы хотелось, чтобы подрастающее поколение всегда помнило тех, которые отдавали жизни ради своей родины. Здесь, в Никуличах, захоронены летчики, герои Первой мировой, которые, погибнув в бою, спасли мирных жителей от обстрела немецкими ВВС. Это стало дополнительным поводом для открытия мемориала на территории поселения. У нас есть памятник героям Второй мировой войны, жителям поселка Никулича. Есть памятник труженикам тыла, тем же героям этой же войны. Ну и как преемственность поколения, то, что Россия единая, неделимая и вечная, мы решили еще и открыть памятник героям Первой мировой войны, которая, на мой взгляд, является войной, неизвестной для нас до сих пор. Там тоже были интересы России защищены, там были герои того времени. Им хотелось, чтобы те моих два прадеда, которые являются георгиевскими кавалерами, также были в истории поселка Никулича известны всем. И те все жители, которые там принесли славу нашему поселку. Открытие памятника состоится уже в четверг, 28 июля. На сегодня это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Я и мои коллеги благодарим зрителей за внимание. День города прощается. До завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова